Всем огромный привет, девчонки! Кому интересно косметические видео, то продолжайте смотреть и оставайтесь вместе со мной. О двух всего лишь заказах в интернет-магазине и покажу вам мою новую супер-классную сумочку. Поехали! Первый бренд, с которого я хочу начать, это бренд KIKO MILANO. К сожалению, он у нас нигде не представлен, кроме как в интернет-магазине. На мой взгляд, это огромное их упущение, потому что у них есть очень классные, интересные продукты. Мне нравится их оформление и коллекция, которую я вам сейчас покажу, мне безумно-безумно нравится. Первое, что я вам покажу, это вот такую вот кисть. Посмотрите, какой классный дизайн. Темно-синий, такой прям богатый цвет и сама кисточка имеет очень интересную форму. Она очень-очень мягкая, ей безумно приятно пользоваться. Я думаю, любая девушка оценит эту кисть, потому что действительно она и хорошо набита, она хорошо набирает продукты. Я ей делала контурирование, приятно в использовании. Вот, правда, пользоваться одно удовольствие. Единственное, здесь нету никакой вот крышечки, на мой взгляд, чтобы ее можно было бы даже брать с собой, был бы вообще супер. Это бронзер. Это у меня вообще коллекция осень 2.0. Это в оттенке 01 Bright Life. Такой самый светлый их оттеночек. Но мне кажется, он как раз-таки сейчас подойдет практически всем. Осень, зима. Здесь, видите, два таких оттеночка. Один матовый, другой немножко шиммерный. Я их между собой просто перемешиваю, наношу. И сегодня, кстати, у меня на лице также этот бронзер. И вообще, сегодня у меня на лице все продукты от Kika Milano. Я сняла для вас небольшое видео для своей страницы в Instagram с макияжем, который у меня сегодня. Поэтому, если вам интересно, то подписывайтесь на меня в Instagram и заходите на мою страничку. Смотрите этот макияж. И там внизу под видео написаны все продукты, которыми я сегодня воспользовалась. Итак, вернемся к бронзеру. Опять-таки скажу, что мне безумно нравится этот дизайн. Хорошее, достаточно большое зеркало. И сам продукт, он, конечно, немножко, совсем чуть-чуть пылит. Но он мне все-таки нравится, что он такой средний, среднего цвета. Следующий продукт от Kika. И, наверное, один из самых главных, это, конечно же, тени. Какие тени у меня сегодня на глазах. Вот такая вот единичка в номере 01 Magnetic Eyeshadow. И вот как они выглядят. Посмотрите, какой дизайн. Так как я еще не так много воспользовалась ими, то еще сохранился вот этот вот рельеф такой вот волны очень интересный. Интересная, достаточно такая бархатистая текстура. Эти тени я носила на их базу, вот в такой вот упаковочке. И мне кажется, мне этой базы хватит очень-очень надолго. База имеет небольшой вот такой вот оттеночек. Очень приятная база. Хорошо ложится на веко. Не знаю, будет ли скатываться тени или нет. Надо еще хорошенько, конечно, потестировать. Но на первый взгляд, очень удачная база. И, как уже сказала, достаточно много продукта. И мне кажется, что в состав входят какие-то ухаживающие компоненты. Поправьте меня, если это не так. Или если да, то подтвердите это. Потому что по ощущениям какая-то она очень такая. Прям как будто бы ухаживает до самим веком. И последние два продукта от KIKO. Это два продукта для губ карандаш и помада. Начну с карандаша. Карандаш вот такой вот имеет такой оттеночек. Номер 01. В общем, наношу его по контуру. И второе, эта помада тоже имеет оттенок 01. Посмотрите, какая тоже красивая упаковочка. Эту помаду я полюбила за его прекрасный нюдовый оттенок на каждый день. Я безумно его люблю. И сейчас у меня на губах. Но единственное, что плюс также у меня есть такой полупрозрачный блеск. Поэтому, возможно, немножко по-другому кажется, что на свотче и что у меня сейчас на губах. Следующая посылка из интернет-магазина. Это сайт beautyhome.me. Я делала у них заказ. Первое, что я сделала, это заказала кисти Real Techniques. Почему именно у них? Потому что была скидка 50%, по-моему, или 30%. Я уже, если честно, не помню. В общем, я просто раскошелилась, если честно, и взяла себе вот такие вот три крутые кисти. Эта серия, видите, они у меня в упаковочке. Специально просто хотела вам показать. Сама упаковка вот так вот выглядит. Кисти коллекции Bold Metals. Кисти премиум класса. В общем, первая вот такая вот треугольная кисть номер 101 для тональной основы. Такая трехгранная. Кстати, что мне еще нравится, посмотрите, посмотрите, как вытаскивается кисть. Внизу такая штучка. Вы просто вот так вот тянете, и чудесным образом она достается. Давайте подробнее вам покажу. Вот такая вот трехгранная кисть. Невероятная. Очень приятная. На ощупь прям очень-очень-очень. Золотая ручка. Ну, прям дорого-богато. Номер 101, как я уже сказала. Очень интересно. Интересно, что она вот такая вот, видите, треугольная. Будет интересно наносить просто на большую поверхность. И также в какие-то вот такие вот места, уголочки. Для этого она приспособлена просто на 5 с плюсом. Здесь вот у меня еще клеят упаковочки. Просто его надо помыть. В упаковке написано, чем отличается эта серия от их остальных. Усовершенствованный вариант обрезки ворса. Более плотная сборка. Латунные ручки для большей прочности. Оптимальное распределение центра масс для удобства в использовании. В общем, я, наверное, с ними полностью согласна. Потому что у меня есть также другие кисти. А вот эта серия действительно вот пока удачна. По крайней мере, те три кисти, которые у меня есть, они очень-очень удачны. Вторая кисть у меня кисть для румян. Номер 300. Вот такая финишная кисть, я бы сказала. Единственный косяк этих кистей в том, что... Не кисти именно, а именно упаковки скорее. Потому что, видите, вот этот клей. И мне его потом очень сложно пока убрать. Видите, все такое вот прям липкое-липкое. И фиг потом отмоешь, если честно. Посмотрите, какая красивая. Ааа, она такая мягкая. Вы себе даже не представляете. Она просто, ну вот, неимоверно мягкая. У нее очень классная форма, на мой взгляд. На щечке очень-очень удобность. Если приноровиться, можно даже хайлайтер чуть-чуть наносить. Вот, вот, так вам покажу. Очень хорошо также набито. Классный ворс. Посмотрим, конечно, как эти кисти будут себя вести после мытья. Но пока по ощущениям очень классные. И я в восторге просто от этой коллекции. Последняя, третья кисть. Это кисть для консилера номер 102. Тоже она такая угловатая. В общем-то, это просто миниатюрка кисти предыдущей, первой для тональной основы номер 101. Вот это номер 102. Тоже, видите, треугольная. Мне нравится, что она подойдет даже для такого вот совершенно маленького такого пространства, да. То есть, здесь три грани. Одна самая вот такая вот широкая, плоская. Есть две маленьких. То есть, она может прям вот в какие-то прям такие маленькие-маленькие уголочки залезть. И хорошо растушевывает продукт. В общем, я довольна. Девчонки, правда, вот эти вот три кисти, они у меня сейчас самые-самые любимчики. Наконец-то можно выбросить всю эту упаковку и спокойно ими пользоваться. Каз на сайте beautyhome.me я делала сама лично за свои собственные деньги. И они всегда присылают подарки. На этот раз мне присылали два подарка. Первое, это вот такие румяна от Catrice. Это у меня тестер написан. Здесь троечка вот такая вот такие румяшки. Честно, пока не пользовалась. Ничего не могу сказать. Ну, немножко жестковато, если честно, они. Но вот этот вот оттеночек мне очень понравился. Вот этот ничего. Вот этот совсем уж немой, мне кажется. Не знаю, как я его буду использовать. И следующее, что они положили, это помаду. Так, помада у меня, это чья? Чья? От Essence Long Lasting в оттенке 22. Это на самом деле мой один из любимых цветов. Цвет бомбический, видите? Давайте я им сводчик сделаю. Будем пользоваться, посмотрим. Следующий бренд, о котором сегодня пойдет речь, это Sleek Makeup. И первое, это палетка контуров. Это кремовые контуры. Вот такие вот. Мне кажется, эта палетка классно подойдет именно визажистам. Для новичков, мне кажется, вообще не стоит пока связываться с кремовыми какими-то корректорами и так далее. Мне кажется, это сложновато. Я сама, если честно, тоже не очень сильно люблю кремовые корректоры. Видите, я их попробовала, потестила немножко. Во-первых, мне кажется, в основном все оттенки достаточно рыжие. Подойдут на очень загорелую кожу. Нижние три имеют более-менее средний оттенок. Остальные, конечно, очень-очень темные. А пока я отложила эту палетку, не могу сказать, буду я ей точно пользоваться или нет. Потому что для меня это сложновато. Когда сейчас у меня, тем более если ребенок, ему нужно быстро-быстро накраситься. А все-таки с кремовыми текстурами нужно посидеть, хорошенько их растушевать. Конечно, они смотрятся более натурально и естественно, если мы говорим именно о контуринге, чем, допустим, сухие текстуры. Хотя можно и сухими нарисовать так, что никто не догадается. Но в моем случае мне все-таки удобнее работать с сухими текстурами. В общем, пока что эта палетка будет лежать. Не знаю, ждать, наверное, своего часа. Следующий продукт от Sleek, который мне пришел, это Bare Kist Illuminator Monaco. Очень интересный продукт. Большая упаковка, 30 мл. И ба-ба-ба-бам! Смотрите, что это такое. Только не пугайтесь, пожалуйста, цвета сразу же. При растушевке совсем другое получается, да? Посмотрите, какая красота. Опять-таки, мне кажется, для визажистов, креативщиков или на какие-то мероприятия, свадьбы, мне кажется, это просто бомба для вечеринок. Если совсем-совсем чуть-чуть использовать, можно. Но мне больше нравится именно на вечерний выход вот такие вот вещи. Следующий продукт, который мне не очень понравился, это продукт для бровей. Double Ended Brow Sculptor & Highlighter. В общем, с одной стороны, это вот такой вот хайлайтер, который золотого цвета. К сожалению, вот... Где бы вам показать? Давайте вот здесь покажу. К сожалению, этот золотой цвет мне вообще не нравится. Посмотрите, какой он. Он имеет какой-то коричневатый подтон. Не знаю, очень странный золотой цвет. Да, и сам хайлайтер такой... Не знаю. Я не поняла, что именно они хотели придумать. Оттенок явно неудачный. И с другой стороны, с другой стороны, откручиваем. И здесь такая маленькая щеточка Dark Brown в оттенке для бровей. Ну, вот это хороший продукт. Щеточка. К ней, конечно, нужно приноровиться. Из-за того, что она очень маленькая, мне удобнее ею работать. Но, опять-таки, этот продукт с собой никуда не возьмешь. Потому что хайлайтер мне однозначно не нравится. Щеточка хорошая. Щеточку я добью, буду пользоваться. Но, хайлайтер, ну, посмотрите. Ну, очень неудачный, на мой взгляд, цвет. Ну, куда? И последний продукт. Это True Color Lipstick Bare All. Матовая помада. Три семерки. Имеет вот такой цвет. Если честно, у меня есть точно такой же цвет в помаде Make Up Forever. И, если вы ищете себе замену, более дешевый вариант, то это именно этот оттенок. Имеет такой кирпичный тон. Самые трендовые цвета. Вот сейчас самые актуальные. Мне тоже нравится этот цвет. С удовольствием буду его носить. Достаточно яркий и насыщенный. И как днем, так и вечером подойдет. В зависимости от того, что у вас будет на глазках. В общем, я довольна. Помада очень нравится. Опять-таки скажу, что точно такой же цвет есть у Make Up Forever. Девчонки, как и обещала, хочу вам показать свою новую сумочку от Кристины Юрусовой. Это санкт-петербургский дизайнер. Вот в таком вот чехольчике пришла сумочка. Здесь написано ее имя. Внизу я оставлю ее контакты. Если кто-то помнит, то год назад у меня появилась сумка от Кристины. Такого бордового цвета. Очень-очень красивая. Достаточно массивная. Если кто-то забыл, где-то здесь я оставлю фотографию, чтобы вам напомнить. И сейчас у меня появилась новая. Супер-супер крутая. Мне кажется, этот оттенок очень модный в этом сезоне. Вот такая вот зеленая. Она бомбезная. Когда я увидела ее на сайте, я поняла, что она должна быть моей. Она очень красивая. Я вот прям вот в восторге. Все детали. Это ручная работа. Все прошито. Застежечка. Вот все-все-все нравится. Длинный ремешок. Здесь есть цепочки. Сверху ремень. Можно носить вот так вот на ручки. Так сложив ремешок сам. Я в восторге, девочки. Но вот это правда. Это сумка мечты. Цвет, конечно, такой очень интересный. Не совсем его можно носить. Но я думаю, можно подобрать аутфиты. Внутри она выглядит вот таким вот образом. Я в полнейшем в восторге. Несмотря на то, что она кажется такой достаточно маленькой, миниатюрной. На самом деле она очень вместительная. Подберу несколько аутфитов. Так что обязательно смотрите аутфиты в моем инстаграме с моей новенькой-новенькой красавицей. Ну что, девчонки, на сегодня это все. Всем огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. И что вы вообще комментируете. И остаетесь вместе со мной на одной волне, что бы ни произошло. Всех вас очень сильно люблю и целую. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok